Вот так, друзья, тянем, потянемся. На самом деле мы показываем, как рвут человека на куски. Фактор риска и полнородные врачи, которые его от всего спасают. Кто победит вот этот вопрос? Бросаем на пол канат. На самом деле мы будем говорить о факторах риска слепоты. Поэтому у нас за все самое страшное отвечает профессор Коновалов. Михаил Егорович, вставайте сюда. А за то, как победить все самое страшное, отвечают наши два других профессора. Гондельман и Прадеус. Дима, рвали тебя на части эти люди. Я попрошу частично сесть в наших гостей, а первым подойти к нам с Сахаром. Григорий Гладков, садитесь. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, сахар. Как сахар влияет на зрение? В сахар отчитывайтесь. Сахар влияет на зрение. В общем, так, что зрение от сахара сахареет. Мне кажется, с сетчаткой что-то случается. Михаил Егорович, высокий сахар зрения. Сахар враг нашему зрению однозначно. Почему? Потому что сахар портит наши сосуды. Развивается диабетическая ретинопатия. То есть дистрофия сетчатки, вызванная диабетом. А сетчатка – это главная часть нашего глаза, который мы фактически видим. Это нервная ткань глаза. И это первая причина необратимой слепоты вообще в глазных заболеваниях. В мире. В мире. Вот сахар отвечает вот за эти кошмары. Дим, но сахар... Поэтому я сахар не... Молодец. Но сахар можно сжечь. Сжечь? Берите певца и композитора. Как сжечь сахар? С физической нагрузкой. Вот смотрите, мы сжигаем сахар, уровень сахара в крови уменьшается. И показали исследование, что риск диабетической ретинопатии, который приводит к слепоте, самая важная причина уменьшается на 25%. Значит, сахар сжигают мышцы. Если вы работаете мышцами, ходите, бегаете, занимаетесь любой физкультурой, то сахар будет... Любовью? Чтобы как дымилось, чтобы прям... Даже любовью, даже любовью. Любовь физкультура. Я сказала, любовь физкультура. А это любовь физкультура, я просто... Любовь к физкультуре тоже проходит. Сахар сжигается. Голодков садитесь, ждем гипертонии. Я надеюсь, вы тоже узнаете наших гостей. И у нас сегодня действительно звезды. Итак, гипертония. Как гипертония влияет на зрение? На зрение? Да. Не знаю. Может быть, на потенцию, а на зрение не знаю. А на потенцию знаете? Не знаю. Димулич, расскажите мне. Внутриглазное давление что же есть? Да. И оно, получается, если сильно большое, то может нарушать деятельность нерва зрительного. Михаил Егорович, давление и глазное дно. Смотрите сюда. Мы говорим про гипертонию, мы опять же говорим про сосуды, в частности сосуды малого калибра. Они в первую очередь страдают на нашей сетчатке. Они становятся ломкими, они становятся с плохой сосудистой стенки и возникают кровоизлияния под сетчатку. Вот там, где произошло кровоизлияние, зрение человека нарушается. Просто появляются пятна. Вот сейчас вы на экране увидите пятна, как будто у нас в центре произошло кровоизлияние. Происходит выпадение поля зрения. Скотома, по-моему, называется. Правильно, скотома. Это называется гипертоническая ретинопатия. Понятно? Да. Что делать? Что делать? Что делать с гипертонией? Сбрасывать давление надо. Как? Ну, я, честно сказать, я не знаю, вы доктор, но главное, что я вижу вас. Вот всё. Это самое главное. А вы пьёте таблетки от гипертонии? Я даже не знаю, что это такое. Так, возьмите артиста. Так. Приведите его в чувство и расскажите, что надо делать, чтобы не ослепнуть, если у вас высокое давление. Ну, первое и основное, это, естественно, нужно контролировать артериальное давление, которое должно быть меньше, чем 130 на 80 миллиметров тутного столба на таблетках, если оно высокое. Ну, итальянские учёные занялись ещё вопросом. А как занятие сексом влияет на кровообращение в сетчатке глаза? И показало, что женщины, живущие в браке, которые регулярно занимаются половой жизнью, у них сосуды глазного на защищены, потому что там улучшается кровоток. Само занятие секса расширяет сосуды, тем самым давление снижается. Вот смотрите, сосуд был сужен, а сейчас он расширит и удовольствие, и польза. Так, женщины, не слышу аплодисменты! А это обязательно с мужем, нет? Мы сказали в браке! Я надеюсь, все узнали Александра Пашутина, исполнившего роль гипертонии. Теперь мы открыли всем глаза на секс. Спасибо большое, садитесь, пожалуйста. А Дмитрий Колдун никуда не уходит, а остаётся с нами. И у нас в гостях ещё один фактор риска слепоты, ожирение. Андрей Леурган! Здравствуйте, господи, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Идите сюда. Да, при чём тут зрение? Как ожирение влияет на зрение? У нас всё-таки стихи складываются. Вопрос о ожирении. Что скажете? Смотришь на себя в зеркало, иногда думаешь, какой же ты жирный всё-таки. И зрение падает, это как охранная функция организма, чтобы не видеть этих вот этих жирных складок. Но это шутка, а вообще, честно говоря, не знаю. Сахар понимаю, давление понимаю, потому что человек испытывает физическую боль, боль, когда давит на глаза, ну, прямо давит всё. А тут я, честно говоря, не очень понимаю. Наверное, тоже сосуды, наверное, всё. Профессор Асельчич? Ну, немножко другой механизм. Дело в том, что проводили исследования, изучали людей, которые с ожирением, и выяснили, что у данного, у данной категории людей на 12% повышается риск возникновения катаракты. Почему? Потому что выделяются такие вещества, называются цитокины, циреактивный белок. Это вещества, увеличивающие воспаление, хроническое воспаление в нашем глазу, в частности. Вот мы вытащили из глаза хрусталик. Вот он, абсолютно прозрачный хрусталик. А вот это вот катаракта. Разница видна? Да, да. Это разница чудовищная. Мутный хрусталик. Мутный, помутнел, потому что видеть не хотел. То, что произошло... Это была моя версия, но я думаю, есть более точная. Она оказалась вполне себе артистичной и практичной. Что делать? Как защитить глаза? Неужели похудеть? Ну, похудеть, это всегда полезно и для сосудов, и для глаз, и для всего организма. Вот. А если мы говорим про хрусталик, конечно, есть другие факторы, в частности, ультрафиолет, который тоже разрушает наш хрусталик. Если говорить про Жень, ну, конечно, похудеть. Ну, какие тут варианты? Других вариантов нет. Задрожал колдун. Боюсь. Очки натянул. Ну, а теперь самый главный вопрос. Как это сделать? Все же мучаются. Как похудеть? Сидят на разных диетах, и все равно ничего не получается. Вы знаете что? Вот на самом деле, это я говорю всем абсолютно официально. Сегодня произошел прорыв в лечении избыточного веса. Это препараты, сделанные на основе естественных механизмов нашего организма. Одна инъекция в неделю, и вы начинаете терять вес. И сегодня закончены огромные исследования, которые говорят о том, что человек не только вес теряет. У него на 53% снижается риск болезни Альцгеймера, риск сердечной недостаточности, риск инфарктов и инсультов. Поэтому сегодня мы уже не призываем людей просто удерживать себя, сдерживаться. Это очень трудно. И у единиц это выходит. Еще труднее удержать на протяжении десятилетий вес. Сегодня мы пришли в другую эпоху. Есть уколы, которые и лечат диабет, и защищают глаза, и снижают вес. Так что свет в конце тоннеля есть. Тебе это не границ. Я сдерживаюсь, я вхожу в то меньшинство, Он просто пока достаточно молод. А с каждым годом это сложнее, сложнее и сложнее. Поэтому вот прям всем говорю, сегодня революция, выход найден. Выходите к нам, пожалуйста. Гипертония, сахар и ожирение. Три фактора риска, которые могут привести к слепоте. Хочешь, не хочешь, от них надо избавляться. А я хочу сказать огромное спасибо нашим замечательным гостям. Прекрасному композитору и музыканту Григорию Гладкову. Дим, я не знаю, ты певец или еще и композитор. Ну и автор песен. Автор песен и прекрасный певец Дмитрий Колдун. Замечательный актер Андрей Урган. И потрясающий артист Александр Пашутин. Спасибо вам, боритесь с этими факторами. И спасибо за то, что украсили нашу программу веселым настроением и хорошим отношением к своему здоровью. Спасибо, спасибо. Мы надолго прервемся, а потом продолжим.